Здравствуйте! В эфире телеканала «Грозное» эксклюзивное интервью студии Луизы Андеевой. Приветствуем всех телезрителей. А в гостях у нас долгожданный гость. Это помощник главы Чеченской Республики, командир спецназа Ахмат, заместитель командующего 2-м армейским корпусом вооруженных сил Российской Федерации, герой России, генерал-майор Апти Алаудинов. Здравствуйте, Апти Аронович, маршаву Огылхо. И первый вопрос у нас такой. Как сейчас обстоят дела на передовой? Что нового? Я думаю, что вы, как никто другой, нам расскажете самые последние новости. Здравия желаю всем. Ну, что я могу сказать о событиях, которые у нас происходят на передовой? В принципе, мы можем констатировать, что команда Кадырова в составе сил и средств войск, Министерства Российской Федерации, Росгвардии, других ведомств. Изначально, когда мы все пришли на СВО, знали, что у нас есть только один путь, это победить. Сегодня наша страна может констатировать, что де-факто Россия уже победила, потому что, как я всегда говорю, основное, что произошло сегодня в умах наших врагов, это психологический надлом, который дал им четко понять, что они не могут победить наши силы и средства на поле боевых действий. Если же говорить о тех событиях сегодня, которые у нас непосредственно на линии боевого соприкосновения, то мы должны сказать, что противник потихоньку начинает трешать по швам, его ряды уже посыпались, мы уже знаем, что у нас пошли победы, это вот одна из важных побед, скажу, в этом году, это то, что была освобождена Авдеевка, значит, также у нас пошли другие разные населенные пункты, которые потихоньку уже перешли под контроль сил и средств Российской Федерации. Ну и я могу сказать, что наши подразделения, подразделения «Ахмат», в первую очередь я хочу сказать о том подразделении, которое я возглавляю, спецназ «Ахмат», приняли очень серьезное, дольное, дельное участие в этих всех победах наших войск и сил. И, конечно, каждый день наши бойцы проделывают огромную работу, титаническую, выбивая противника с опорных пунктов и продвигаясь дальше вперед. Я так думаю, что эта работа в конечном итоге, каждое подразделение на своем участке делает какую-то тактическую работу, значит, в конечном итоге приведет к тому, что, я так думаю, что к завершению весны, уже к лету, мы однозначно сможем сказать, что большая часть тех направлений, которые до сих пор считались для нас неподъемными, в плане того, что на эти участки было брошено слишком большое количество противника, иностранной техники вооружения, что эти направления, они уже у нас начнут конкретно сыпаться, и мы потихоньку пойдем всем фронтом вперед. Это очень радостные новости. Я хочу вам задать такой вопрос. Что же все-таки Запад хочет от России? Запад от России? Ну, давайте я, наверное, чуть-чуть такой некий экскурс проведу. Я думаю, что нашим зрителям будет самим интересно понять то, что происходит в общей сложности в мире. Мы должны, в первую очередь, понять, что каждая война, каждая война под собой имеет обязательно экономическую подоплеку. То есть все войны, которые развязывались Америкой за последние десятилетия, они все имели под собой экономическую, геополитическую подоплеку. И получается, что Америка в данном случае с Россией тоже считает Россию своим главным, как говорится, соперником, потому что соперничать с Россией на той территории, где мы сегодня находимся, это было бы еще полгода, если бы эта война против России не началась еще после того, как завершилась Вторая мировая война. Получается, что то, что мы сегодня называем войной уже нового формата, нового поколения, эта война, она началась еще с тех времен, когда закладывалась концепция Бзежинского, других таких, скажем, акул политики Америки, когда они закладывали работу, которая должна была привести к тому, что должен был распаться Советский Союз, эту задачу они смогли выполнить путем огромных усилий и кропотливой работы, которую они делали на протяжении долгих десятилетий. И в конечном итоге, после того, как распался Советский Союз, понятно, что Америка, она была уверена в том, что Россия-то вообще не сможет долго продержаться. И, конечно, та Россия, которая стояла на коленях, в полуразваленном состоянии, где в правительстве сидели представители спецслужбы Америки, устраивала их, и они относились к ней абсолютно спокойно. Спокойно, получается, они присвоили большую часть ресурсов России и делали свою работу. Я считаю, что они пожинали труды своей предыдущей работы, забирая экономические ресурсы нашего государства за какие-то копейки. Ну, никто не предусмотрел, что Россия – это государство, которое любимо Богом. И в данном случае я считаю, что основной ошибкой наших противников за бугром явилось то, что они рассчитывали, что Россия и сама и так развалится. А тут получается, что Всевышний послал нам президента Владимира Владимировича Путина, который пришел уже, получается, на руины, скажем, государства, потихоньку воссоздал это государство. Первая, я считаю, победа Путина в должности президента Российской Федерации – это победа его на территории Чеченской Республики, в тех событиях, которые у нас происходило. Я считаю, что самая важная составляющая – это его победа. Это то, что он сумел договориться с Ахмад Хаджи Кадыровым, дал газу от Хобалда Альсуны, доверился нашему народу, нашей команде. И вот благодаря этим всем событиям, уже с этой победы у Владимира Владимировича пошли, уже череда побед пошла. В 2007 году он сделал обращение уже, получается, к Америке, ее сателлитам, европейским государствам о том, что так продолжаться не может, что попираются права нашего государства, нарушаются все договоренности, которые когда-то были подписаны. Ну, я так понимаю, что и вы тоже это видели, что наши враги не захотели нас услышать, потому что они считали, что мы не заслуживаем никакого уважения. Ну и вот получается то, что мы уже твердо встали на ноги, как государство, их очень сильно обеспокоило. Они решили сделать так, чтобы прокси-война на Украине, то есть вооружение, оснащение, получается, блока НАТО, живая сила украинских формирований, что они смогут нас все-таки, скажем, победить на поле брони. Вот влили туда огромные, как говорится, массы денег, миллиарды долларов. В конечном итоге и эта работа привела к тому, что благодаря их действиям, получается, рухнула экономика европейских государств. Америка сама находится тоже на стадии, можно сказать, того же, как говорится, падения. Ну и в конечном итоге получается, что вот эта вся цепочка событий, которая была призвана к тому, чтобы Россия развалилась и перестала существовать как государство, став сырьевым придатком Америки и европейских государств, эти надежды не оправданы. Сегодня экономика России показывает очень серьезные результаты. Значит, надо отметить, что за 2013 год ВВП России поднялось на 3,5%. Это даже для мирных государств считается очень серьезным результатом. А тут, видите ли, Россия, экономика которой считалась разорванной в кочья, воюющая два года, дала такой результат, такие темпы роста. Поэтому получается, что Америка и Запад очень сильно взволнованы тем, что вот эта вот работа, ими проделанная, она не дала результаты, и тем более, наоборот, послужила причиной развала экономики европейских государств. То есть все произошло наоборот? Получилось, что, как в законе физики, сила действия равна силе противодействия. То есть противодействие оказало такое давление, получается, на их экономическую, социальную, политическую составляющую, что они начали сыпаться во всех своих аспектах. Вот и мы должны понимать, что наши враги, дышащие ядом в адрес России, они пришли в состояние негодования, как это. У них были серьезные планы на то, что они будут вывозить ресурсы России безнаказанно, безвозмездно, а тут они, наоборот, оказались у разбитого корыта, наоборот, потеряв то, что даже у них у самих есть. Вот то, что если не заходить далеко там, не рассказывать там тонкости, не раскладывать все составляющие тех событий, которые произошли, получается, это то, что хотели от нас наши враги, ну и результат, который получился. Аптей Аронович, проделана огромнейшая работа в отношении добровольцев, главой Чеченской республики, героем России Рамзан Ахматовичем Кадыровым. Мы берем интервью у добровольцев, и они в один голос благодарят его и регионально-общественный фонд имени первого президента Ахмада Аджи Кадырова, Аймане Несеевну, за то, что они их снабжают, начиная от одежды до питания. И скажите, пожалуйста, вот вы как командир спецназа Ахмат, как вы думаете, что еще привлекает добровольцев в спецназ Ахмат легендарный? Ну, давайте, наверное, мы для того, чтобы мы имели общее понимание тоже, вот я хочу внести такую ясность. Вы знаете, то, что к нам пошли добровольцы вот такой массой и с желанием именно попасть в спецназ Ахмат, на территорию Чеченской республики, зайти через РУС спецназ, там тоже есть много разных аспектов и составляющих. Кроме того, что Рамза Ахматович уделяет пристальное внимание непосредственно этому процессу, хочу, конечно, сказать, что благодаря непосредственно фонду имени Ахмада Аджи Кадырова получилось так, что наши подразделения на передовой являются одними из самых оснащенных. То есть у нас на передовой не было ни одной жалобы по поводу того, что наши бойцы или там одеты плохо, или обуты плохо, или с продуктами питания у нас какие-то проблемы, или с водой проблемы. Если на разных участках линии боевого соприкосновения разные подразделения записывали видео разного негативного характера, и были такие инциденты, которые, в принципе, конечно, тоже благодаря некоторым нерадивым командирам происходили. Но факт заключается в том, что помимо того, что наши подразделения являются одними из самых обеспеченных, у нас есть еще один плюс. Это, я считаю, что в первую очередь человечность. Взаимоотношения поставлены на такой уровень, что у нас нет в подразделениях деления на национальности, на вероисповедание. То есть ни один из аспектов человеческого бытия не играет никакой роли в наших взаимоотношениях, кроме того, кто ты есть на самом деле внутри себя и как ты себя проявляешь там, на передовой, когда ты должен вести себя как мужчина. Я считаю, что вот эта молва о том, как мы относимся к своим подчиненным, что мы во всех отношениях, начиная с момента попадания на линию боевого соприкосновения и заканчивая теми моментами, когда наш боец может получить ранение, либо погибнуть, что мы делаем весь максимум для того, чтобы помочь его домашним, близким, помогаем им во всех аспектах лечения, другое, другое. Это все, как говорится, стало достоянием, получается, масс не только нашей страны. Надо еще отметить, что у нас там находится огромное количество представителей уже иностранных государств, когда-то бывшего соцлагеря, в том числе, большая часть – это представители государств, которые когда-то были в составе Советского Союза. То есть, получается, какая картина? Наши отношения к своим подчиненным, к своим бойцам, и самое важное – то, что мы вкладываем душу в то, что мы делаем, и еще то, что мы делаем основной упор на свою веру в Бога, это тоже имеет очень большой результат. И когда ты встречаешься с бойцами, которые только прибыли на фронт, с каждым из них я лично подхожу, здороваюсь, каждому из них смотрю лично в глаза, каждому из них, получается, отвечаю на их вопросы. То есть, получается так, что если человек приходит на войну, не совсем еще до конца понимая, что ему предстоит делать, для чего он туда пришел, бывает и такая категория людей, то после нашей беседы они бывают настолько воодушевлены, потому что они понимают, что уже они находятся там, где они будут воевать за свою религию, за свою семью, за свое отечество. И уже, получается, психологически они уже перевоплощаются, становятся другими людьми. Я об этом и раньше говорил, и сейчас скажу, что там мы с этими ребятами становимся одной семьей. И сегодня в любом российском регионе, если есть ребята, которые были в Ахмате, они настолько сильно поддерживают друг друга, если вот кто-то с Ахмата уже уволился, он находится дома, но если кто-то уже сейчас попадает в этот регион, и узнает кто-то уже из тех наших бывших бойцов, что вот приехал бывший Ахматовец, там у него там колесо лопнуло, или что бы то ни было другое, он никогда не останется на улице. Настолько сильны эти узы братства, что действительно мы смогли доказать всем, что мы не являемся людьми, которые хотят жить каким-то отдельным миром, а являемся той семьей, которая наоборот хочет к себе притягивать всех. Вот я считаю, что основная работа, вот именно вот эта вот наша, по сплачиванию населения нашей страны, по объяснению всех аспектов, составляющих происходящих событий, вот это все, я считаю, что и сделало, наверное, основной результат. То есть тут ни одна экономическая составляющая играет такую роль. Психологическая, духовно-нравственная работа, которую мы делаем, вот это все и есть в массе, то, что сегодня называется, как говорится, спецназ Ахмат, который заменит не только на всю Россию, но и на весь мир. Это точно. Активор Иванович, известно, хорошее, человеческое, нормальное, то есть отношение к пленным украинцам, спецназ Ахмат. Вот скажите, пожалуйста, как вы вот относитесь к этим людям? Что вообще думаете про народ Украины? Я скажу, что я об этом говорил неоднократно, и сейчас повторю, я к украинцам отношусь очень большим уважением. Я люблю этот народ, я считаю, что это очень добрые люди. К сожалению, часть из них попала под влияние этих фашистствующих организаций. Огромное количество денег, которые были влиты в эти организации, для того, чтобы они воздействовали на умы населения Украины, оказало свое воздействие, и часть из них начали уже, как говорится, склоняться в сторону войска Антихриста, как мы его называем, войска Даджаля. То есть это вопрос такой, что если мы сделаем ту работу, которую мы призваны сделать, большая часть этих людей, она в конечном итоге будет стоять с нами плечом к плечу, в одних окопах, и они же с нами и будут помогать нам побеждать это войско Антихриста Даджаля. Мы должны быть вместе. И понятное дело, когда мы берем кого бы то ни было с той стороны в плен, мы над ними не издеваемся. Мы наоборот им показываем, кто мы есть такие, для того, чтобы они осознали ту ошибку, которую они совершили. Мы им показываем свое отношение, они же все равно рано или поздно попадут к себе домой, в свои семьи, они будут разговаривать со своими детьми, со своими женами, с соседями. И если они не смогут сказать, что мы вели себя как фашисты, что мы не являемся такими же, как они, как они себя вели, я считаю, это тоже очень важная победа. Даже эта победа намного больше, чем победа на передовой. Аптемия Романович, насколько часто вам звонит Рамзан Ахматович? Как вы чувствуете его поддержку? Ну, я скажу так, Рамзан Ахматович, он реально круглосуточно находится на связи. Бывает такое, что вот раньше особенно, он слишком, как говорится, часто звонил так, что я уже говорил, Рамзан, не беспокойся ты уже, все нормально, все хорошо. Он вот каждый боец, кто-то ранен, еще кто-то погиб. Это была трагедия, которую он лично переживал с нами вместе. То есть, я говорю, каждый момент, каждый нюанс, все время беспокоиться о том, что звонит, спрашивает, с едой как, доехала ли до нас еда, одежда, обувь, чего у нас не хватает. То есть, кроме того, что у нас есть общая группа, в которую входят все командиры, туда сбрасывается, значит, ежедневно, значит, что у нас, как, что нам нужно. Кроме этого, еще постоянные звонки, которые непосредственно помогают тебе осознавать, что ты не сам с собой там один остался и пытаешься что-то сделать. За твоей спиной такой серьезный локомотив, который все время, вот я скажу, наверное, я единственный командир, у которого я имею в виду из тех, кто находится там за пределами, который может вот набрать и сказать, вот у меня закончились там, скажем, квадрокоптеры. Все. И они будут сразу. ровно максимум 8-10 часов туда летит машина, набитая квадрокоптерами, они все, доехали до меня. Все. Через 10-12 часов максимум у меня все, что мне нужно, оно уже бывает непосредственно с республики, уже на передовой. То есть, я считаю, что такого, как говорится, налаженного коллектива, который работал бы как на передовой, так и в тылу за нашими спинами, помогая нам там воевать, его нигде нету. Но это все, понятное дело, благодаря непосредственному контролю Рамзана Ахматовича Кадырова и непосредственно его, как говорится, вот, я не знаю, вот, он внутренне болеет вот за все так, как будто бы вот это лично его, как говорится, война с нашими врагами. А в принципе, если честно, так и есть. Потому что каждый из нас воюет с нашими врагами, зная, что они являются нашими личными врагами. Потому что это войско Даджаля, войско Антихриста. Мы являемся войском Айса Алейсалам Иисуса. И та последняя битва, которая нам еще предстоит, мы в этой битве как раз и должны победить, будучи ведомыми Айсой Алейсалам. Так что я считаю, что мы планомерно делаем ту работу, которая в конечном итоге нам поможет победить. Вопрос однозначный. Психологическая война выиграна, я считаю. Да и вы, наверное, так считаете. Психологически эта война уже выиграна. Психологически война уже выиграна. Когда же логический конец? Ну, надо отметить, что психологическая составляющая в этой войне была очень значимой. Ее мы можем считать, что мы однозначно уже выиграли. Если же говорить о самом СВО, то я считаю, что данное СВО, оно завершится примерно осенью этого года, 24-го, потому что все составляющие, цепь событий во всем мире, события в Америке, выборы, которые у них сейчас тоже на носу получаются, гонка всех этих событий, непосредственно приуроченных к выборам, экономическая, политическая, социальная составляющая, которые у них находятся в очень тяжелом состоянии. Точно так же то, что уже, как говорится, порвана экономика европейских государств, и они тоже уже пришли в состояние упадка. То, что социальная, экономическая, политическая составляющая этих государств уже находится в упадке. То, что они не в состоянии обеспечить украинскую сторону нужным им достаточным количеством вооружения, оснащения, ну и выделения финансовых средств, как говорится, ну и сама ситуация на территории Украины. Потеря около 600 тысяч человек безвозвратными потерями. То, что население страны уже осознало, что победить Россию они не могут, нежелание украинских формирований уже воевать против России, так как тот запал, который у них изначально был, желание и ощущение того, что они могут победить Россию, это все пропало и в конечном итоге, я считаю, если эти все составляющие свести в одно, то в конечном итоге максимум до этой осени они смогут дотянуть на разных участках, сопротивляясь нам. Аптеоронович, недавно в Чеченской республике побывал заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев, осмотрел РУС, знаменитый наш, где обучаются добровольцы, и вы тоже участвовали в этих мероприятиях. Дмитрий Медведев сказал замечательные слова про наш регион, вот вы что думаете обо всем этом? Ну, в первую очередь хочется сказать, что Дмитрий Анатольевич действительно очень серьезно был удивлен, да, он был в курсе того, что у нас подготовка бойцов идет, что через нас уходит огромное количество добровольцев в зону СВО, прекрасно сказал о том, что делается огромная работа фондом имени Ахмад Хаджи Кадырова, знал о том, что Рамзан Ахматович непосредственно контролирует это все, но когда он это увидел воочию, как все происходит, как идет подготовка бойцов убывающих в зону СВО, когда он пообщался с бойцами и услышал, почему они именно через Чеченскую Республику уходят на передовую, дух их запал, он действительно был очень сильно удивлен, и я скажу, он очень много хороших слов сказал, не только про команду Кадырова, он очень хорошо отозвался вообще о чеченском народе, ну и я хочу сказать, что нам всем тоже было очень приятно услышать такую оценку от столь высокопоставленного гостя, потому что мы знаем, что действительно наш труд он кропотливый, ежедневный, команда Кадырова неустанно делает эту работу уже два года, нигде получается мы не устали эту работу делать, потому что у всех задача сделать все для победы нашей страны, ну и я скажу, что его оценка послужила для нас еще одним стимулом, я считаю, для того, чтобы мы еще больше усилили свою работу и сделали весь максимум для того, чтобы не только победить в СВО, но и сплотить наш народ, народы России в нашем общем доме и в нашем единении, я считаю, что самая важная работа, основной объем этой работы сделан командой Кадырова. Начало кампании, если мы с вами помним, какое было, мы были, можно считать, разрозненными, сейчас мы стали одной семьей, одной командой, и это как раз и подчеркнул Дмитрий Анатольевич в аспектах тех результатов, которые он увидел в нашей республике, потому что бойцы, которые у нас были непосредственно на территории Росспецназа, которые уже должны были отбыть в зону СВО, они были всех национальностей и абсолютно с разных регионов России, и такое единство этих бойцов, оно как раз и показало, что мы идем в правильном направлении. Что ж, Аптий Аронович, спасибо огромное за то, что вы уделили нам время, пришли к нам на телеканал «Грозные». Мы ждем вас с победами, ждем вас живыми и здоровыми. А я напоминаю телезрителям о том, что у нас в гостях был помощник главы Чеченской республики, командир спецназа Ахмат, заместитель командующего 2-м армейским корпусом вооруженных сил Российской Федерации, герой России Аптий Алаудинов. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин